МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В доме номер 99 на улице Зари проживают почти тысячи человек. Предложения о благоустройстве изначально поддержали не все, но решением большинства проект всё же был утверждён. Теперь вчерашние скептики благодарят председателя ТСЖ Татьяну Масунову за то, что дожала. У нас широкие дороги стали, парковочных мест увеличилось, я бы даже сказала, не в два, а в три раза. Легко разворачиваться, удобно. Раньше, чтобы развернуть машину, выехать, приходилось заезжать на пешеходную часть. Сейчас этого нет, конечно. Ну и в ближайшее время мы установим новые детские площадки и спортивные площадки для взрослых. Построят и две зоны отдыха, одну внутри двора, вторую на придомовой территории со стороны улицы Максарёва. С 15 сентября приступят к озеленению. В середине двора будет расти ель, вокруг расположат яблони и кусты сирени. Саму зелёную зону от вешеходной отделят живой изгородью. По программе софинансирования жильцы дома в ближайшие три года будут платить по 242 рубля в месяц. Более полумиллиона на озеленение заложили в проект благоустройства ещё одной территории. Это двор дома номер 39 на Дружинино. Только деревьев высадят около 120 штук. Ели, яблони, рябины, дубы, пирамидальные тополя и клёны. При проектировании тротуаров учли все народные тропинки. Установили баскетбольную площадку. По желанию у собственников было много. В доме почти 400 квартир. Проект обсуждали и дорабатывали несколько раз. Увеличили немножко участок, чтобы сделать за домом, где у нас 9-10 подъезд, за 9-10 подъездом парковку на 50 машин. Так как мы посчитали, что всем места не хватит. И, соответственно, земля там принадлежала муниципалитету. Мы разработали проект, подали заявку и нам эту землю потом по постановлению выделили. Мы не нагрузили двор, не уменьшили детскую площадку, а зато учли интересы и детей, и автолюбителей. А чтобы сократить количество машин внутри двора, благоустроили парковки снаружи и открыли сквозные входы во второй и третий подъезды. Также установят две контейнерные площадки у первого и десятого подъездов, чтобы расстояние не превышало 100 метров, как положено по нормативам. Уникальная возможность для жителей сделать свои дворы лучше. Никогда в жизни никто таких средств с домов не соберет. Поэтому доля софинансированная, она приемлема, возможность оплатить в рассрочку. Поэтому вот этот двор именно по такой инициативе реализуется. Двор замечательный, по срокам мы успеваем все вовремя, подрядчик понятный. Поэтому ждем праздника, ждем открытия этой дворовой территории. Благоустройство обеих дворовых территорий проводят по национальному проекту «Жилье и городская среда». Общий объем направленных средств превышает 68 миллионов рублей. Готовы на все для пропаганды русского языка. В Нижнем Тагиле проходит фестиваль грамотности. Сегодня утром он был открыт неожиданным образом. Как в крылатом выражении Некрасова, сейте «разумное, доброе, вечное» – 33 кустарника. По количеству букв алфавита высадили рядом с обновленным новым молодежным театром, у которого после капитального ремонта откроется второе дыхание. Натальний диктант. Я думаю, многие из вас писали его в этом году, принимали участие, я точно знаю, в организации. Это не только акция одного дня, это не только самый масштабный просветительский проект в области русского языка в мире. В этом году тотальный диктант писали в 103 странах на всех континентах. Это еще и постоянная, ежедневная, планомерная работа по популяризации грамотности. Приветствия и напутствия официальных лиц как со стороны города, так и организаторов – в преддверии самого важного. Фестиваль грамотности в Нижнем Тагиле стартовал с посадки аллеи тотального диктанта. Эта новая достопримечательность города разместилась у нового молодежного театра. 33 кустика рябинолистника в честь 33 букв русского алфавита. К каждой букве нашли название гор, вершин, что окружают или расположены в самом Нижнем Тагиле. Буква «Ш» выпала главе города Владиславу Пинаеву и его заместителю Валерию Сурову. Не нужно быть большим знатоком, чтобы сказать, что этой букве соответствует гора Шихан почти в центре города. На сегодняшний день уже город Нижний Тагил стал не просто промышленным центром Урала, не просто культурной столицей. Мы сегодня еще и стали столицей тотального диктанта, и стали столицей грамотности. Сегодня у нас проходит фестиваль грамотности. У нас большое количество площадок задействовано в данном вопросе. Сегодня у нас четвертый город как раз во всей Российской Федерации, где будет высажена аллея. Сегодня большое количество людей приняло участие в посадке деревьев. Поэтому, с моей точки зрения, популяризация города Нижнего Тагила – это очень важное для города событие. Поэтому мы будем эту тенденцию продолжать и всячески ее поддерживать. Высаживали кустарники парами и целыми коллективами. Свой рябинник вместе посадили сотрудники Нижне-Тагильского музея-заповедника, Горнозаводской Урал и Центральной городской библиотеки. Деревья садить всегда приятно, потому что ты знаешь, что они будут расти, у них впереди не одно десятилетие роста. Конечно, это волнующие эмоции. А когда ты их садишь не у себя на огорозе, а для людей, естественно, что получаешь дополнительное удовольствие. Нам досталась вершина Щебенка. Теперь очень интересно, где находится такая вершина. То есть познавательный интерес событий однозначно вызвало. Андреевская, Белая, Высокая, Голый Камень, Долгая, Елизарова, Гора и другие. Кустики в честь этих тагильских вершин появились на сочном зеленом газоне, обновленного театром. Хорошо полили аллею тотального диктанта ученики экологического отряда 44-й школы. Я считаю, что деревья важно сажать, особенно в нашем промышленном городе, так как это благоприятно влияет на состояние окружающей среды, на здоровье горожан. Ну и в целом облагораживание территории, это всегда очень красиво, культурно и приветствуется. Впереди у фестиваля самое интересное. Семинары, лекции, выставки, мастер-классы, чемпионат по скороговоркам. Творческая встреча с автором тотального диктанта будущего года. Следующим в череде фестивальных мероприятий стало открытие центра грамотности в центральной же городской библиотеке. Столица тотального диктанта 2023 года Нижний Тагил стал первым городом на Урале, где появилась площадка для всех любителей и ценителей родного языка. Язык, история народа, путь цивилизации и культуры завещал нам классик. Для тагильчан, которые с этим высказыванием согласны, для ценителей и любителей русского языка в городской библиотеке открыли центр грамотности. Почему именно здесь? Ну, наверное, потому что это то место, где сегодня, наверное, приходят люди, неравнодушные к нашей литературе, к другому площадку. Это, наверное, здорово. И каждый день можно сегодня здесь найти, те материалы, касаемо русского языка. Несколько десятков центров грамотности в настоящее время существуют, открыты уже по всей стране. И в каждом городе, где мы открываем новый центр грамотности, он становится местом притяжения для всех людей, кому не безразличен русский язык. Русский язык богатый и живой. Место устаревших слов занимают новое. Поэтому важно, чтобы у тагильчан был доступ к современной литературе. В нашем интерьере появится уголок для любителей русского языка, где мы саккумулируем всю литературу, какая у нас есть по русскому языку, по современному, по истории, по лингвистике. Ну, соберем всю информацию в одном месте, и рядом будет находиться еще также компьютер, где мы тоже сможем предоставлять информацию в электронном виде. К открытию центра грамотности библиотека получила в подарок энциклопедии по русскому языку, справочники по орфографии и пунктуации, словари и сборники упражнений. Отменить оценки за общеразвивающие и творческие предметы. С таким предложением вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышев обратился к министру просвещения Сергею Кравцову. В своем письме депутат предлагает перейти на зачетную систему по таким предметам, как музыка, изоотехнология и физкультура. Оценки по ним не влияют на успехи в дальнейшем пути ребенка, но оказывают большое психологическое давление. Что думают по этому поводу тагильчане, узнала наша съемочная группа. Сложный вопрос, потому что я сама учитель. Вроде все равно оценивать ребенка надо, но другое дело, не все могут рисовать, не все могут прыгать, выполнять определенные физические действия, поэтому спорный вопрос. Потом как тогда отличить, кто старается ребенок, а или кто вообще не хочет этим заниматься. Наверное, оценки надо, я думаю. Нет, это неправильно считаю. Почему? Но все равно должна быть какая-то мотивация, чтобы хорошо учиться. Плохая оценка, значит, должен подтягивать знания свои хорошие, а значит, все хорошо. Думаю, без разницы, потому что не сильно влияет. Ну, то есть предметы вполне легкие, поэтому думаю, все-таки больше отрицательно. Не очень отношусь к этому. Творческие предметы, по крайней мере, это очень важно для развития, я считаю. И большая оценка тоже нужна. Но где-то тут есть доля правды, потому что у кого-то физическая подготовка, ну, они спортсмены, на олимпийский резерв, да, идут, а у кого-то, ну, вот, не позволяет здоровью. То есть тут тоже как-то несправедливо идет вот эти вот оценки, да, они же влияют на средний балл. А оценки, они нас ограждают, то есть у нас нет свободы. Это же те самые предметы, по которым легко заработать оценки. То есть хорошие оценки, с помощью них очень хорошо заработать, и также эти оценки идут в аттестат, они помогают с этими оценками справляться. Они поднимут балл, это все много. Те же самые ИЗО, вот эта технология, физкультура, я считаю, за них тоже нужно получать оценки, так как ребенок трудился тоже на этих уроках. Все равно детей нужно как-то поощрять. Если у них будут неудовлетворительные оценки по художественной какой-то части, я думаю, что они будут сразу делать что-то лучшее. Ну, не надо вот этого делать. Почему? Да, я же так учился. Пусть все остальные получатся. Все с дипломами. Подведены итоги традиционного городского конкурса на лучшие садоводческое товарищество и садовый участок. Награждение приурочено ко дню садовода. В нынешнем году соревновались друг с другом шесть товариществ и 27 участков. Наградой отличившимся вручил заместитель главы Нижнего Тагила Алексей Бурделов. Они удивляли яркими цветниками, садовыми инсталляциями и необычным урожаем. Ко дню садовода в Нижнем Тагиле провели конкурс на лучшее садоводческое товарищество и лучший садовый участок. Торжественная церемония награждения состоялась во Дворце культуры «Юбилейный». Садоводничество сегодня – это прежде всего место, то место, где мы отдыхаем, то место, где мы отключаемся от различных забот городских. Это то место, где на сегодня садовод вкладывает свою душу, в любимое дело. И в хорошем смысле слова всех садоводов на сегодня можно назвать фанатами садоводничества и огородничества. Именно в хорошем смысле слова. Нынешним летом участие в конкурсе приняли шесть садоводческих товариществ и владельцы 27 участков. Их посетила конкурсная комиссия, в которую вошли специалисты городской администрации и представители Нижне-Тагильского союза садоводов и огородников. Согласно принятому решению, дипломы вручили всем участникам. Во-первых, это было необычно, мы как бы не готовы были к этому. Участок, как можно сказать, в номинации для души. То есть у нас нет там, допустим, огородных каких-то дел, то есть это тоже есть, присутствует. У нас для отдыха, то есть хвойные, плодово-ягодные, то есть то, что радует глаз, то, что для здоровья приятно. Мы приезжаем, мы живем там уже лет пять, наверное. В город вообще просто не тянет, то есть там очень красиво. Торжественному мероприятию в фойе юбилейного садовода устроили настоящую выставку овощей, фруктов и ягод, выращенных на своих участках. Подарком гостям праздника стало выступление творческих коллективов Дворца культуры. Самый масштабный забег этой осени стартует 16 сентября. В этом году Всероссийский кросс нации пройдет для тагильчан не на горно-ложном комплексе Аист, а в новой локации, в самом центре города. Выбор места не случайен. Такое расположение мероприятия территориально удобно и может привлечь больше желающих к участию. Это, скажем так, самое массовое мероприятие, которое обычно всегда проходит в осенний период на территории города Нижстегил. Количество участников мы планируем, что будет, наверное, более тысячи человек. Проходить оно будет у нас открытие данного мероприятия в парке Бондина. Ну и, скажем так, сама стартовая площадка будет находиться возле Ленинской администрации по улице Горошниково. И закольцовка трассы будет проходить по Горошниково возле Демидов-Плаза. Основной забег в 3 километра. Соревнования будут проводиться в нескольких группах по возрастным категориям. Также будет проведена дополнительная дистанция на 500 метров без учета времени. В нем могут участвовать семейные команды и дети до 10 лет. Заявку на участие можно оставить на сайте Федерации легкой атлетики по Свердловской области. Отмечается, что при себе у участников должны быть медицинские справки. По итогам мероприятия все победители будут награждены медалями и грамотами. Довольно теплую погоду прогнозируют синоптики на Среднем Урале в предстоящие дни. Под лучами солнца ртутный столбик будет колебаться около 20 градусов по Цельсию. И, судя по сегодняшнему дню, смело перешагнет этот рубеж. Дождь возможен в понедельник, однако прекрасное бабье лето. Всего доброго!